уважаемые коллеги еще раз добрый день рада вас приветствовать спасибо максим за вступление да действительно как бы мы вступили в сезон весны уже второй месяц весны и время бежит достаточно быстро поэтому не за горами у нас или это да то есть уже сейчас мы думаем что мы будем делать в мае что мы будем делать в июне сегодня я больше степени обращаюсь представителям к тем управленцам которые занимаются непосредственно фитнес персоналом но так как все таки да у нас наверняка присутствуют слушать сейчас или будут слушать потом специалисты которые руководители может быть владельцы которые в одном лице что называется делают все да то есть ну просто может нет возможности или не такой большой там объект поэтому посылы месседж что называется направляю ко всем буду рассказывать для всех понятным языком коллеги сразу могу сказать что конечно да индустрия уже у нас индустрия уже 30 лет в россии уже пошел там 31-32 год и понятно что многие знают как проводить аттестацию делают это вот но с другой стороны у нас есть молодежь который подрастает который они все еще знают может где-то не успел зацепить какую-то информацию поэтому ну скажем так и базовые вещи проговорю и то что он на мой взгляд является достаточно эксклюзивным и не не найдете вы данной информации нигде поскольку сетевые компании такой информации не обмениваются она внутри находится сетей потому что ну понятно да любая сеть она работает не во внутрь они вне да то есть не открыто поэтому как бы буду говорить и об этом тоже то есть эксклюзив обязательно сегодня да и так коллеги ну два слова о себе так с кем мы не знакомы я отношу себя к пионерам движения фитнеса начала работу фитнесе в 1992 году качестве инструктора групповых программ выросла до методиста руководителя методического отдела от того самого который потом перерос федерацию а рубики россии затем была фитнес-менеджером сетевым фитнес-менеджером ну и потом ушла на должность сетевого директора в компанию бессменную компанию планеты фитнес после чего уже конечно с 2018 года работу как предприниматель имею констатинговую компанию ну и также есть еще новости по тому что я сейчас чем я сейчас занимаюсь но пока я их не озвучила чуть попозже много работы непосредственно проводилась но и в том числе работала в классе потому что оттуда все начиналось что уж скрывать да то есть надо отдать должной компании что именно эта компания первого шла на рынок но все-таки в большей степени развитие так сказать и понимание и адаптации и опробирование разных систем происходило уже в компании планеты фитнес где было большое количество персонала ну скажем так общее в общем и целом это более 800 800 человек тренеров различных подразделений которых нужно было каким-то образом и набирать и аттестовать и поддерживать мотивационно в течение продолжительности работы а это было немного не мало не мало но мой опыт работы там 18 лет а то есть представьте да какой-то пришел на работу и он рос он развивался вместе с нами он пришел молодым потом терял постепенно становился каким-то так сказать элитным и конечно вот на протяжении этого периода времени ну тех ребят которые работали много лет конечно нужно было каким-то образом поддерживать как-то понимать как их стимулировать вот но вопрос не только в мотивации тренеров то есть привязка к увеличению скажем такими словами русскими скажем увеличение заработных плат но и в том что в общем то всегда всегда все равно любая аттестация она прежде всего несет себе задачи поддержание профессионального уровня то есть уточнение статус профессионального уровня на данный период работаю долго в компании все-таки где-то где-то не означает что ты что я крутой что я все помню я все знаю и так далее тем более с течением возраста специалисты непосредственно тренерского состава все-таки некоторые знания забываются те которые они когда-то учили проходили ну и есть конечно какие-то модные тенденции которого тоже не можем не можем не учитывать а то есть что-то выходит на рынок новое какие-то там фишки какие-то там авторы каких-то книг какие-то сказать методики какое-то оборудование либо то что около находится этого оборудования да ну в общем разное да то была кинезиология ту нутрициологию даристовую анатомию так сказать эти цепочки то еще что то вот ну что то есть да если нам это дает результат если это нас развивает почему бы нет то есть изучать любом случае надо ну как бы свое мнение тоже нужно иметь по каждому из этих это ко мне относится к нашей сегодня теме но сразу скажу что вообще чем отличается специальность не от не специалиста тем что у него есть у нас есть свое мнение профессионально профессионально взгляд на ту или иную новую программу он специалист понимает ну нужно ли это программа или вот это вот как бы какая-то фишка новая для организации и так давайте перейдем все-таки теперь к сестации значит коллеги ну вот с чего начать все-таки допас сначала как ну для того чтобы провести аттестацию нужно каким-то образом сделать но прописать некую систему или продумать некую систему почему потому что зачастую знаю вот стопроцентно знаю что бывает так что какой-то например там руководители в клубе да вот там что-то ему сбаламутилась голову хочет кого-то или убрать или еще что то это вы так все аттестация завтра да но во первых завтра не бывает во вторых а какая а зачем а для чего а кто должен сдавать а кто не должен сдавать что из себя представляет это все эти вопросы совершенно резонно нам с вами наши инструктора задают поэтому нужно быть быть готовны и так значит надо создать положение коллеги что за положение ну во первых в положении прежде всего мы пишем что целью аттестации является вот здесь мы определяемся по зависимости того кто вы чем вы занимаетесь у вас студия ли вас фитнес-клуб эти цели могут разниться ну приведу несколько примеров цели например скажем так универсализация тренеров может быть целью аттестации может или например скажем так поддержание какого-то профессионального уровня то там какой-то срез снятия среза по профессионалу может быть может или выявление там каких-то методистов для дальнейшей работы может может быть перевод из одной категории в другую то есть допустим целью аттестацию вам вы определяете профессиональный уровень да и соответственно по факту проведение аттестации вы переводите ряд сотрудников на более высокие ставки и так далее и тому подобное да вот то есть надо сформулировать для себя очень простые там одну две три цели которые вы преследуете опять же проводить просто так без проводить просто так без понимания того для чего вы это делаете но я не рекомендую просто будет сыр-бор и как бы такой знаете не пойми что и могу сразу сказать что сама это само слово аттестация у нас будет аттестация сразу конечно же вызывает некий трепет некое так сказать смущение некое так сказать волнение в рядах коллектива почему но особенно если до них это впервые конечно если мы берем такие крупные компании в которых это уже на постоянной основе проводится уже наперед на много лет вперед коллеги тренерский состав знаю что она будет там все немножко спокойно то есть это есть некая школа они эту школу впитывают в себя как только люди приходят на работу им сразу в той или иной форме объясняют правила которым они будут жить и люди в основном сразу подстраиваться вот эти правила если же мы говорим о в организациях о клубах о студиях каких-то может быть там не знаю муниципальных там спортивных каких-то не знаю фоках или еще что-то подобное то конечно там сразу будет вопрос сразу начнут волноваться люди вот связи с этим как поступить но опять же да мы определяем цели и дальше мы все прописано положение что мы пишем положение помимо цели мы определяем участников почему нам надо прописать потому что может быть что у нас не все участвуют ну пример может быть у вас есть например детский фитнес пример инструктора который приходит к вам на вот эти вот детский фитнес они примеру ну такие вот приходящие уходящие допустим то есть они работают у вас и еще там десяти компаниях ну я привлечу к что в трех-двух клубах еще где-то работу нужно ли вам их аттестовать нужно ли вам и готовить вкладываться в них для того чтобы усилить этих специалистов для других клубов тоже вопрос надо подумать может быть нужно может быть не нужно или к примеру у вас есть какие-то к примеру штат врачей да будете ли вы проводите ситуацию среди врачей может быть будете может быть не кстати говоря что касается аттестации врачей тоже форма могут быть очень разные примером и планете фитнес сделали такие формы на которых каждый врач готовил доклад о достаточно интересной проблематике и но это как не знаю какая-то не такая же не научная работа но это достаточно интересный материал примеру кто-то готовил но еще тут имело значение наверное полагаю думаю вспоминаю их профиль врачебный ну например там были педиатры или какие кто-то был может быть там ортопедами или кто-то может быть там врачебные специализация в зависимости от этого они готовили очень интересные доклады примеру что-то связано с людей у которых там проблемы сердечно-сосудистого характера да и опорно-двигательного аппарата или там это сказать что-то с метаболизмом связано то есть но очень интересный очень я всегда с большим удовольствием всегда это смотрела на эти программы и по мере как бы возможности участвовал присутствовал выход так сказать за чтение презентации которые они проводили то есть она может быть совершенно форму может быть разная значит определили участников то есть грубо говоря кто какой персонал у вас участвует сразу скажу для тех из вас кто сейчас слушает только не силе клуба и то отвечать не только за фитнес вопрос нужно ли привлекать проведению аттестации к примеру отдел продаж или рецепцию администратор рецепции на мой взгляд нужно сама форма и будет будете ли вы это делать в летний период тоже вам нужно решить индивидуально почему я рекомендую проводить аттестацию персонала фитнес персонала летом по-моему понятно но на всякий случай скажу если это кого-то это непонятно пример инструктора детского фитнеса 10 на лето уходят то есть они заканчивают там работу как школа заканчиваются нас мая да потом зачастую структура детского фитнеса выезжают работать куда-то в лагеря там выезжают часто по своей по своему профилю поэтому их лучше аттестовать примеру в мае что касается тренеров которые проводят много персональных тренировок работают на тренажерный зал с ними лучше так сказать провести тогда когда разъезжаются их клиенты опять же почему потому что если у персональщика 8 тренировок в день а вы ему еще говорите в этот момент ну-ка иди там учи какие-то билеты ну скорее всего мягко вража мягко говоря ему это не понравится то есть нужно вот когда такой вот низкий сезон тогда это и делать вот да кстати к что касается к летнему периоду сразу тоже скажу что вы конечно же должны определить даты проведения даты очень важны потому что будут обязательно но особенно если у вас большой был там допустим большом помимо сработает от 80 до там практически 120 человек сама может работать и вопрос как как вот совместить все вот здесь как раз таки заранее можно продумать даты с тем чтобы понять кто у вас пойдет отпуская кого вы действительно отпустите потому что человек там заранее что называется писал какую-то заявление не были в графике стоит а кому вы просто откажете и скажите что обязательно обязательно то есть грубо говоря прохождение тестации нужно тогда уж обязательно если вы о нем заявляете ну кроме я говорю таких вот случаев когда действительно человек выезжает заранее там было спланировано там семьей или как-то там ну в общем у него такой законный приезжает он сдает отдельно понятно значит оба определили даты определили участников определили задачи прописали содержание то что будет непосредственно входить и определили форму подготовки форму подготовки ну давайте немножко потрогаем теперь об этом и так задачи содержания пример вот привожу вам прям конкретные примеры чтобы они у вас были перед глазами чтобы мы могли их ну что называется взять за шаблон а потом уже внести туда что-то свое что-то индивидуально то что нужно именно вам ну к примеру задача аттестация оценка профессионального уровня может быть может быть оценка физической формы может быть абсолютно выявление лучших но кстати говоря коллеги не могу здесь и не остановиться потому что болезненная для меня тема дело в том что когда фитнес возрождался и первые клубы открывались ну к нам непосредственно предъявлялись достаточно высокие требования по наличию физической формы да то есть это в обязательном порядке как бы тренера должен 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 тренироваться самостоятельно там обязательно ходить тренажерный зал плавать даже если он групповик или если он там из другой какой-то специализации но сейчас конечно с рынок такой неоднородные разные совершенно сети клубы отдельно вот но на мой взгляд отсутствие физической формы это фактически отсутствие профессионального уровня в некоторых случаях с другой стороны могу сказать свое опять же это мое личное мнение да у нас пока законодательно это нигде не прописано вот мое мнение что когда некоторые сети я просто не рассказываю мои знакомые это просто сегодняшнее время делают замеры там мышечно-жирового компонента чуть ли не каждый там месяц с тем чтобы смотреть и скажем по категории двигается сотрудник его увеличение ставки зависит от того вот насколько проверяют мышечно-жировой компонент и сколько там процентов будет ну мне кажется на мой взгляд это перебор это перебор вот честное слово то есть что-то какая-то золотая середина должна быть то есть не бесформенные как бы так сказать тренеры которые любят покушать но и с другой стороны не такие приборы когда там плюс 0 5 процентов и ты там просто есть индивидуальность есть какие-то особенности и не так часто по крайней мере я понимаю раз в год можно замерить поставить вот ну бог с ним идем дальше значит выявление лучших методистов по направлениям я также вам сказала да что это как бы расширение спектра знаний может быть задачи может быть задачи цель это большая а вот задачи под задачи они такие вот маленькие более маленькие да ну и например целью задачу задачи аттестации извините задачи непосредственно может быть например формирование индивидуальных планов развития это конечно я вам рисую прям совсем такую как бы картину маслом это прям вообще как бы здорово и если вдруг доходят руки есть ресурсы для того чтобы каждому сотруднику в период на период ну какого-то там какая-то отмашка есть этого года команда там следующего года сделать вот такой индивидуальный план развития то есть человек сдал аттестацию сотрудник стал аттестацию вы все проверили посмотрели на подвели итог вы создали для него вот этот вот и пр да проговорили разобрали объяснили то это соответственно просто что называется best of the best да то есть но вы просто будете лучше тогда это очень было бы хорошо если пробуйте если вы там принять дело в том что все таки как ни крути да тем не менее одной из сильнейших мотивации сотрудников является возможно для них развития именно развитие да то есть до важны тарифы и важно 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 зарплаты для чего работаешь что эти основное но вот деньги вот даже те люди которые отвечают деньги не всегда не осознают что у него там еще что то есть хотя и люди есть совершенно рано аттестация включает себя прохождение да что на себе включать вот тоже как бы как пример но это может быть какой-нибудь какой блок вопросов да там значит причем блок вопросов он может быть как общего ну это опять же очень тезисно коллеги смотрите может быть по-другому у вас может называться ну к примеру как это делали мы общая часть вопросов она касается всех ну допустим что здесь может входить анатомия биомеханика там то сказать какая-нибудь психология сырости на обслуживание клиента знания услуг клуба там и так далее так далее то есть то что практически должен знать любой например как бы тренер независимо с того как он специализации находится но я не знаю там элементарные какие-то вещи да там формула кармонина как посчитать там ну ну что что-то самое простое вот такая как бы вот такая например такой блок там ну и соответственно вот специально часть вопрос тут уже будет касаться непосредственно тех специалистов которые с которых вы тестируете ну к примеру инструктора детского фитнеса по детскому фитнесу групповики по непосредственно по методикам проведения групповых программ инструктор тренажерного зала тренеры ну что-то связано с методиками тренировок там силовых или каких-то тренажерном зале тогда то есть понятно да что здесь идет сначала вот это вот общая часть а потом такой специально вот что касается таких узких узких таких специалистов как например там боксеры ну вот куда их там танцоры приходящих куда их включать нужно ли включать коллеги но я поделюсь как мы делали мы просто делали ему облегченную часть общую и специализируем тоже облегчен то есть у них была она отличалась она была чуть проще все так лояльно подходили потому что ну понимали что ну где-то где-то там танцор все таки вот он там не учился в скультурном вузе как правило ну разные правда бывают но вдруг в этом танцор танцор такой больше хореографии занимался поэтому немножко облегчая вот далее идет что у нас далее у нас идет тестирование по физическим нормативам да и что еще физические нормативы значит что касается физических норматив давайте расскажу что они разные да и они должны быть тоже не люди ну не совсем такие light с одной стороны а с другой страны ну не настолько как бы так сказать сложно выполнимые как примеру там ну допустим берем мы с вами примеру понятно что они в основном все вот так вот ну к примеру вот я сейчас вам привезу пример специализация плавания какой может быть допустим дистанция 100 метров кроль браспина на выбор и вот идут зависимости от возрастов на 100 метров кроль там так и такой за такой так количество минут секунд надо проплыть на спине там и мужчин в зависимости от мужчины и женщины за какое-то время там брасом какое-то время например женщины мужчины один вот ну и соответственно разные дистанции там 100 400 может вы что-то там где-то где-то 50 у нас что-то было например такое то есть конечно ну перегибы не должно то есть это почему нужно чтобы тренер тоже как бы и показал как он плавает потому что еще раз повторю что физическая форма ты не можешь сам тренировать людей если ты сам не в хорни не тренируешься и ты не поддерживаешь физическую форму поэтому это обязательно вот значит физическая норматива например для ты ножом зала не могут отличаться но пример какие-то ну что-то связано с жимом штанга лежа примерно там там что-то связано с приседанием там что-то с перекладиной там потяги на перекладине что-то с отжиманиями например можно с петлями 3x например такую систему взять какой-то сетап тест вот что-то на гребном тренажере вы в общем-то как бы разрабатываете под себя это я могу сказать что мы также делали для инструкции нашего зала кардио тест то есть они должны были прибежать там дорожки такой-то дистанцию с такой-то с такими-то показателями и могу сказать что да конечно сложности тоже были потому что ну бывает что ребята такие как бы смышной массы большой не окутаем они вообще не бегающие и так далее вот а кто-то просто начинал говорить да я вот у меня это болит а это у меня болит у меня вообще все болит все отвалится так далее ну здесь я склонна больше к системе такой ну скажем так давайте так вот ну где-то вот в классовской как-то все-таки надо значит все делаем ну уж время нам диктует и единое правило для всех я к сожалению выработать не могу смотрите на то как у вас если у вас например люди к ним никакие требования предъявлялись десятилетиями вдруг там вот так вот резко что-то начнете ну скорее всего будет какой-то такой тогда какое-то недовольство вот поэтому конечно да все вводить плавно достаточно так что еще мы оценим давайте по практике давайте смотрите ну а платы же зависимости от специализации проведение персональной тренировки выполнения по заданию смотрим проведение стартовой тренировки по не смотрим что это но стартовый вводный там и так далее как или персональная которая вот в членстве разного сейчас и называют вот значит соответственно что мы смотрим дает какое-то задание я такой-то клиент к тебе пришел там на персональную тренировку и вот начинается непосредственно там интерактив как как говорят сейчас интерактив то есть тренер проводят и соответственно может на какой-то модели модели может какой-то второй тренер экзаменующие заполняет определенный бланк разработанный в компании да и представляет там что-то пишет какие-то баллы выводят и так далее и так далее ну коллеги конечно очень важно в этой системе понимать кто собственно говоря кто а суде кто как произведение автора писала книги потому что потому что коллеги в любом случае тот человек который это как бы может быть один человек его позиционирует что именно он принимает он должен каким-то критерием отличаться других быть более образованным может быть иметь какие-то там определенные заслуги и так далее либо это какая-то комиссия если это там сеть вот но а люди должны понимать почему именно этот человек принимает и сами критерии оценки они тоже должны быть достаточно понятны это важный момент тоже хорошо теперь про экзамен мы переходим непосредственно к экзаменам да то есть как проводить экзамены значит ну давайте как бы можем и я уже немножко упомянула давай теоретический экзамен например что с ним он большое количество вы знаете вот тоже как бы с время его классе я помню потом доделали и 50 вопросов в одном блоге 50 в другом то есть было порядка 100 вопросов целого знаете мы приходили ребята там сидели писали там по 4 по 5 часов сдавали но перебор как бы да тем более сейчас вот молодое новое поколение вот это клиповое мышление они вообще сосредоточиться по сути не могут к сожалению это факт есть поэтому для них это будет вообще не просто неприемлемо они вообще просто стресс будут испытывать и убегут у вас просто перестанут работать у вас поэтому немножко попроще начатая блок общих вопросов рекомендуем на 30 до 40 вопросов до специальные может быть извините очень неудобно но к сожалению чухну видите про правду сказал блок специальных вопросов от 20 до 30 так практически экзамен это я вам уже сказала да то есть дают стартовать у него профессиональные физические тесты ну и соответственно по по фитнесу тоже я вам сказала то есть все то же самое но еще и специальный тест по плаванию ну кстати говоря там это по моему если не ошибаюсь вот здесь по плаванию для водного пола по моему там чуть чуть пониже ставили у нас кто патрополисты работает бассейн у них другая этого не помедленнее плавают насколько я поняла все-таки у них же там другой не играют в воде они там поэтому у них там немножко отличались такая ремарочка небольшая хорошо коллеги ну вот я проводила аттестацию в одном из клубов это город калуга прекрасный опыт мастера хороших коллектив хороших очень качественный вот вот ну вот отсюда оттуда я вам приводит фотографии тоже чтобы стало что вам было несколько не совсем скучно значит коллеги что еще что еще но как я вам сказала значит важно кто входит в эту комиссию за эмоциональную до самой страны и или без комиссии но кто кто проводит аттестацию и еще важно тоже кто проверяет потому что сами работы и же нужно потом проверить кто проверяет и по какой системе оценки то есть например там грубо говоря но как правило она такая достаточно простая то есть допустим ответ правильный плюсик ответ не правильный минусик ответ там ну понятно половину там что-то вроде ответил не до конца значит плюс и минус да потом все это плюсуется минус у вас получается вот тот человек который проверяет в идеале он работу потом и разбирается сотрудник он должен уметь объяснить почему не так а так не просто зачитать там например есть вопросы там есть вопросы с ответами он потом открывает второй перед ним экземпляры зачитывает нет вопрос должен знать тематику хорошо так что еще там даты проверки работ нужно тоже уточнить потому что как правило ребята всегда они уже там выдохнулись дали написали да и очень важно уточнить когда когда собственно говоря будут даты когда будет работа готова что им интересно как насколько они правильно какой балл они набрали вот потом определяется проходной балл ну допустим коллеги давайте вот здесь скажу ну сколько проходного вот допустим смотрите у вас человек написал там работа 50 там 30 вопросов там 30 там 60 как мы определяем какой должен быть проходной балл ну наверно где-то он должен быть ну не менее там 70 процентов может быть если вы проводите первый раз это прям совсем 1 1 1 1 вы можете там позволить как бы себе и мы объясните что такие преференции для них это вот 50 процентов поэтому 60 но в целом как бы я не рекомендую иметь проходной балл ниже 70 процентов имеется ввиду правильно отвечать вопросов потому что мы все-таки тренер как он должен знать он выходит тренировать людей он должен узнать ответы на эти вопросы так что проходной балл такой но где-то кстати вы можете разделить вы можете сделать примеру от 70 до 85 или до 90 примеру те ваши там мастера тренера этом категории мастер или там либо них например проходной балл может отличаться быть самопланка она может быть более высокая вот тоже как вариант можно и так поступить значит что еще по проходному баллу так ну собственно говоря наверное все то есть вот рекомендуйте так 70 до вы также можете проходной балл определить например по общей части 1 а по специализациям другой например общая 70 специализации на 80 или там общая 65 специализации 80 специализации они уже свои должны знать это уже точно то есть можно тоже разделить ну вот пожалуй по проходному баллу наверное все так следующий вопрос вот что что делать если не сдали не сдали аттестацию можно сразу и нужно даже сразу прописать в положение что будет происходить с теми сотрудниками которые не сдали а именно как они пересдают ну совсем вот как бы так сказать их отпускать свободное поле я бы не рекомендовала то есть все таки все у нас просто люди не поймут остальные то есть если все напрягались сдавали и кто-то не стал то конечно как ну грубо говоря двоечник да вот ну что мы с двоечником делаем мы его натягиваем подтягиваем соответственно мы ему даем время на подготовку и он еще раз пишет она может быть уже более комфортных условиях может быть понятно что он там где-то вы его посадите может быть с ними не будет не будете рядом на четыре часа сидеть может он даже что-то и посмотрит но время которое вы дадите ему на подготовку максимально сколько и сколько из этого человека можно выжить в плане ну скажем освоение им знаний выжимаете да если уж там совсем не ради вы знаете что ну бесполезно вот настолько вот он подтянется больше не потянется уже дадите хотя бы до этого уровня этой планки до потяните его настолько хотя хотя хочу хочу сказать что чудеса есть конечно бывают чудеса но только не с вопросами квалификация тире качество работы тире эффективность здесь многолетний опыт работы ну вот мой и конечно я уверена что мои коллеги кто с кем я там начинала в одно время много лет работают вместе они наверно как сама согласятся тоже что это те вещи взаимосвязаны то есть если специалист имеет квалификацию высокую значит он будет и эффективен и он будет загружен и с ним как как правило проще решать все вопросы потому что он не артачится потому что он доволен всем у него все нормально да он сказать у него нет переживаний по поводу какой-то неуверенности в себе или что ему там 150 раз никого там не подогнали клиента вот всем дали мне не дали вот клиент мне не дают клиент поэтому по сути как бы могут мое мнение такое хорошо что делать если 1 игнорируют коллеги но здесь тоже работа на это режиме то есть положение вы сразу пишите что явка строго обязательно и продумывайте штрафные санкции значит понятно что штраф мы поступаем достаточно аккуратно потому что штраф в целом по законодательству у нас запрещены законом поэтому как бы сама сама система такого ну какого-то так сказать демотивация она может быть совершенно разная но она должна быть в той или иной степени как-то адаптирована к законодательству да то есть какой-то будете делать вы его не допустите к работе скажите что не прошел значит не допущен вот также нужно здесь подумать относительно прохождение аттестации текст тренеров которые у нас не в штате то есть они приняты трудовые договора работают по какой-то системе там другой совершенно какие-то самозанятые какие-то и какие-то те которые арендуют у нас помещение так далее вот здесь видимо видимо нужно иметь договоре какие-то пункты с ними которые будут обязывать их проходить вот эту аттестацию либо там какие-то другие мотивированные должны быть юридически как бы так сказать положение которые будут который позволит нам проводить с ними тоже вот такие вы как бы аттестации но это неизбежно рынок нам диктует и это есть поэтому нужно как-то сразу заранее думать как бы с ними на прохождение ними думаю что тоже обязательно и даже вот если у меня спросите даже вот например берем какие-то большие компании ддх да я не знаю проводим аттестацию или нет ребята на сто процентов на аренде как я понимаю и там тоже нужно много работать чтобы ее там собрать там отдать и так далее вот ну если вы моё мнение спросите я расскажу что я считаю что все таки как бы какая-то минимальная минимальная какая-то аттестация все-таки должна проходить ну не знаю может быть они проводят здесь не могу сказать вот хорошо значит что еще нормативы сказала да да смотрите кто кто не специалист сам вот не тренер да а работают с персоналом какие-то управляющие клубами там директора или генеральный директора да то будет слушать нас ну вот эту запись будет слушать как разработать нормативы коллеги ну во первых нужно смотреть те нормативы которые есть по физической культуре а в целом можно на ними смотреть можно смотреть нормативы по плаванию там да как бы первым ну например возьмите там тот же самый там третий взрослый разряд ну и в этом по нему примерно можете там посмотреть по плаванию увидеть какие вообще то есть допустим подошли к вашему тренеру какому-то он вам написал вот эти вот показатели вы просто зайдите и посмотрите по вам поставил например 100 метров по мастеру спорта но очевидно что у вас не степени используете компетенцию тренеров то что то есть они помогают составить тогда вот эти вот норматив потому что но у самим будет вам конечно сложно сделать вот хорошо проверочные формы также желательно чтобы они были да в эти формы отдельно проверку урока проекта персональной тренировки ну что то еще что вы проверяете допустим вы проверяете там проводите аттестацию практическую администратор рецепции да то есть вы задаете ему вопросы пример ну прям вот сейчас так набрасываю первый вопрос касается какие-то сервиса клиента второе знание там пресс куранта третья технология например там ну работы с клубной программой отметка клиента списание услуги тому что-то такое и вот вы задаете вопросы нам отвечать в этом ставите например проверочные формы какие-то баллы правильно вы ответили неправильно и так далее может быть кому обращаться примеру к админам это может такой просто кому обращаться в случае возникновения такой-то ситуации в клубе как правильно сдавать смену в конце дня ну и так далее так вот и вы соответственно заносите проверочные формы вопросы и или блоки вопрос блоки сами блоки да и ставите какие-то там хорошо плохо отлично кстати говоря тоже если у вас есть такая возможность возможность вы можете людей и пощадить то есть если у вас есть люди которые хорошо сдали аттестацию вам может их потом пощадить ну каким-то образом материальным материальным какими-то благами да то есть по крайней мере выделить тех которые хорошо прошли так теперь про тарификацию то есть после того как вы провели все вот эти вот все что о чем мы говорили вы в общем то все итоги по всем экзаменам собирается в результате что туда может войти теоретическая аттестация баллов ну к примеру коллеги смотрите вот мы с вами говорим что например там 70 процентов проходного если у вас человек написал на 75 процентов какой бабы можете занести терапевтика цифра например 7 и 5 приводится в какую-то кодировку которую вот мы будем даже но вы можете 75 баллов занести вот но тогда у вас сдача аттестация будет более большой балл нежели чем это 7 итак вы заносите теоретическую аттестацию балл практическую аттестацию балл далее количественные показатели по персональному тренингу вы тоже пересчитывайте в некоторых балл туда заносите то есть мы измеряем эффективность сотрудника да вот значит использование работе новых методик здесь конечно достаточно относительно то есть это вот как бы оценка по данному вопросу потому что кто там например использует то не использую то есть кто-то может сказать а я использую а вы мне там не оценили это совсем сложнее то есть вы можете я просто вам привела чтобы у вас это было например если я методист я могу понять этот человек из пусть или он там как 20 лет назад он железяку на пузяку и вперед что тоже кстати говоря не отрицать что то что это должно быть да там классика жанра всегда есть вот ну есть и другое новое то что хотелось чтобы ребята используя поэтому этот критерий он так это сказать это такой вопрос нужно его уносить или нет подумайте ощущение каких-то внешних мероприятий чтобы люди не сидели своим соку там не варились десятилетиями двадцатилетиями даже или тридцатилетиями а все таки они куда-то сходили кого-то послушали там что-то посмотрели форму могут быть очень разные дорогие здесь но так как все-таки у нас сейчас да там и ютюб и все на свете телеграма просто нужно видимо спрашивать их а что вы смотрите что вы ну они чем-то должны подтвердить потому что если просто я где-то слушал а дальше что ну ты послушал что не слушал чем подтвердишь поэтому пожалуйста как бы принеси там покажи ты получил какой-то сертификат что-то повышение квалификации переквалификации как минимум уже хотя бы сертификат вот поэтому здесь тоже мы вносим значит соответственно определенное количество баллов 3 получает в зависимости от наличия физической формы она тоже оценивается да в том числе вот эти вот тесты которые он сдает отзывы клиентов есть такая графа смотрите здесь коллеги тоже возможно у вас будет какой-то вопрос а что если что за отзывы клиентов так как оценить дело в том что конечно вы знаете что у нас есть разные клиенты случай был совершенно разные да но все таки все таки что мы сюда можем использовать вот если нету какие-то таких вот крупных там негативных отзывов на конкретного тренера от одного-двух или группы клиентов когда тогда там раз пожалуйста 23 тогда мы в принципе считаем что достаточно как бы все нормально готовить вскрыт ориентированием у данного сотрудника все нормально вот если в течение года так и таковы так такие были которые были даже вот написано да ну прямо жалоба было написано зафиксировано тогда мы просто снижаем мы был снижен ну не берем в расчет когда бывает потребительский такой этот самый шантаж когда-то она совсем уже нас там достают вот но то есть можно да можно сделать исключение если мы видим что там клиент был какой-то очень конфликтный он был неправ и вообще он там имел ввиду нет а то вот ну здесь вот опять же тоже опять относительная оценка надо здесь достаточно относительно но тем не менее хотелось бы все-таки чтобы ребята думали о том как их будут оценивать клиенты чтобы они с этим тоже работают то есть это мы все должны делать мы управленческий состав первую очередь работа в команде значит здесь тоже оценка идет да потому что насколько взаимодействие выстраивается насколько ну вот допустим очень простая вещь да тренер уезжает в отпуск вот он отдал своих клиентов временно потренироваться чтобы клуб не держал деньгах или он как вот знаете как бы этот самый все зажал что называется и поехал лишь бы там так сказать никто не посягнул на его как бы там этих то есть клиенты страдают потому что у них теряется там физическая форма не могут там допустим 10 не ходить это тоже потерял клуб но и все но работа в команде здесь многие как бы вещи по помолку можно оценить но это очень важно ну и участие в жизни компании тоже так потому что моя хата с краю это все мы знаем прекрасно да коснись чего значит зарплату как все хотят получать вовремя нормальную хорошую стабильную что общем-то не критикуется это норма но любишь как бы это самое люби и саночки возить да что называется вот то есть но в любом случае как бы фитнес предполагает предполагает активную жизнь в нашей индустрии предполагает активную жизненную позицию и предполагает что тренингский состав участвует в жизни это обязательно без этого не представляю как будет какой-то скучный набор стен с тренажерами и до свидания тогда для чего то есть не есть клиенты которые будут заниматься приходить есть такие которые которые больше ничего не нужно общение ничего вот но все таки большинство это люди которые хотят чтобы и встречали провожали улыбались на всех этапах во всех зонах или везде где бы они не были в клубе они видели вежливое хорошее отношение к ним и в том числе общение тренингского состава друг с другом всегда замечается клиентами это все на ладони поэтому будут проблемы внутренние клиенты тоже хотим или нет будут туда затянуты затянуты поэтому лечим отрезаем урезаем лечим до того как это вышло за рамки так сказать внутри коллектива и пошло туда вот гулять клиент вот того что коллеги ну вы знаете да что это очень простая вещь зачастую когда есть какой-то конфликт например с тем же самым тренером каким-то то очень часто тренингский тренер используют клиентов для того чтобы решить свои какие задачи но это конечно неправильно это и как правило не приводит к чему хорошему потому что по единая позиция может схватить коллектив и только движение в одну сторону может дать результат если как по движению разное там такой раздрайв идет право влево влево вправо то это к сожалению не даст результата вот хорошо коллеги значит если нужны как бы какие-то материалы можете посмотреть здесь да в целом чем я занимаюсь как в том числе сертифицированная маркетолога имени плеханова я занимаюсь продажами я занимаюсь маркетингом я занимаюсь аудитами антипризисными управлениями сопровождением специалистов обучением корпоративным не таким как бы это сказать ну то есть либо индивидуально управленцы либо корпоративно когда нужно корпорации сделать какой-то план обучения и найти спикеров презентеров методистов ну очень в меньшей степени бизнес консультации как бы тоже провожу но опять же ввиду того что я сейчас загружена всегда все пожалуйста пишите спрашивайте заранее с тем чтобы было время помочь вам или перенаправить вас куда-то либо ответить вам ну в общем поспособствовать вашему развитию скажем росту вашего бизнеса совершенно скажу как бы откровенно то есть я всегда вижу где проблемные места я знаю как исправить и ну просто уже опытом помогает решать многие проблемы вот ну в общем то так есть какую кому-то контакты нужны то они здесь ну и коллегия есть вот если здесь какие-то вопросы напишите если вопросов нету я наверное потихонечку буду заканчивать вот благодарю вас я буду также сколково у меня такая тема но она связана немножко с антикризисным управлением она называется что делать если как бы в бизнесе все там как бы что называется по-русски да все разваливается здесь больше знаете для таких ребят которые приходят другие компании работать и сталкиваются с массой проблем и нужно выстроить ну что называется с нуля даже не с нуля с минус потому что с нуля это когда мы пришли на нуле начали что-то делать пока ты приходишь и там полный минус то есть ты ушел в подвал из подвала надо хотя будто нуля вы вырулить и потом уже начать как-то потихонечку двигаться вперед наверх по лестнице вот есть такое антикризисное управление для тех кто сталкивается с большим количеством проблем в компаниях в организациях где эти проблемы были накоплены до прихода этих специалистов но в силу определенных обстоятельств этим ребятам нужно решить как с этим быть вот поэтому я буду рассказывать может быть даже будет какая-то игра чтобы не было очень скучно может было весело поэтому до встречи сколково и я прощаюсь с вами всем спасибо и до свидания